Можно вот так и зазреть за железку. И аккуратно спускаем его с его мордой. Держим. Да, нажали. Смотрите внешний по кругу. Бензин 92. Это четырехтактный двигатель. Три бака отъездите, бак на 30,5 литра. Его хватает примерно на 50-60 км. Откатали, сливаете масло, меняете и протягиваете. Соответственно, вот здесь заслонка карбюратора. Совершенно верно. Если не заводится у вас, обращайте внимание на эти штуки. Это глушилка. Видите, перечеркнутая, а он не заведется. То есть все эти вещи тоже глушилка. Это ЧК, понятно, да? К Седаку. Вот так. Здесь тормозуха. Здесь индикатор тормозной жидкости. Это у нас, по-моему, тахлометр. Совершенно верно. Так. Так, так, так. Аккумулятор, вот он зале. Ага, 12-ти вольтовый, да? Да, да, да. Да. Рекомендуется заряжать его не больше 7-8 часов. Соответственно, да? Так. Это документы на него. Она же гарантия. Ну, набор ключиков. Понятно. Мы потом это по пути заполним. Набор спишетесь, да? Соответственно, когда заводите, на дробь нажимаете. Угу. Если не заводится, стартер долго не гоняйте. Понятно, да? Если вдруг там мало перелили, пусть он постоит немножко, да? А, минут 10, да? Да, совершенно верно. Угу. Так. Значит, смотрим. Здесь, Антон, смотрите. Есть два брелка родительского контроля. То есть, вы можете отключить с пульта двигатель в любой момент. Ну, уверенное расстояние где-то 50 метров. Это точно. Ну, потом посмотрите. Ну, естественно, без препятствий, да? А, что здесь, особенность какая. Когда вы с брелка, например, завели, заглушили, то заводите опять с брелка. Да, понятно. Да. Если вы с ключа завели, то глушить можно с брелка. Без проблем. И опять заводите с ключа, да? Ну, если вы завели, заглушили, то опять заводите с брелка. Ну, это рекомендация такая, да? Скоро идет порядка до 60. Ну, я думаю, тут по пересеченой местности. Здесь, соответственно, тормоз ножной, тормоз такой. Скорость вперед, ну, вперед, назад, да? То есть, через нейтралку, да? Вот, смотрите. Ну, да, там ничего сложного нет. Просто сама. Ну, по весу, ну, не больше 130 килограмм. Вот. Ну, я думаю, толпа такая. Не будет, так это садится, там, садится, да? Вот. Ну, в принципе, я вам так по большому счету все это все объяснил. Так, работа у нас стопарь-то. Все есть, да? Вот. А, фары давайте проверим. Фары, фары. Вот они. То есть, это глушилка, это просто глушилка тоже, а? Вот, ЧК. Да, ну, в принципе, я вам... Масло заливаете синтетику. Ну, что-нибудь 0,040, да? То, я думаю, в ней принципиально. А его как-нибудь опракивать надо, в щадящем режиме, на виду, да? Да, особо не это. Нет, ну, естественно, не надо там из него душ урвать, да? Ну, то есть, те же самые три бака в таком режиме. Ну, да, я думаю, там 25-30 километров на потолок, да. Вот. А потом сам лапу его протянуть, да? Да. Да, и все. Я думаю, у вас руки-то опытные, я думаю, знаете, да? Видите, Антон. Вот, видите, внизу, вот она. И они как-то в этой скорости, они ничего нажимать не надо. Нет, просто чпок и все, да. Когда он включает, он не едет, да? Да, да. Вот, включайте. Вот. Назад лапу, дай, назад. Это будет вперед. Все. Понятно, да? Ага. Все. То есть, ничего сложного. Вот, смотрите, шильдик, да? Да, я понял. Потом сюда пишите, ну, чтобы у вас было в порядке, да? Здесь пишите роспись, фамилию, расшифровку, да? Здесь тоже самое. Там бак, там буквально грамм 200-300 бензина. В общем. Так. Так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok